Итак, всем привет! Сегодня поговорим о такой теме, как EDC. Что такое EDC? Это вещи ежедневного ношения, everyday carry. Не буду углубляться в перевод и в термины своими словами. В общем, то, что мы носим с собой каждый день и то, чем мы пользуемся или можем воспользоваться каждый день. У меня этих вещей очень много, я интересуюсь этой тематикой. У меня много ножей, фонарей, часов и так далее. Но сегодня я хочу вам рассказать вообще, что такое EDC, что у него входит, с чего все начинается, так сказать. Первое, что есть у всех у нас, это ключи. Будь это автомобильные ключи, будь это ключи от квартиры, дома, неважно, ваша связка ключей. И у меня это выглядит вот так. Ключи от машины, ключи от квартиры, домофон. Это все не звенит. Ну, по мерке с обычной связкой металлических ключей занимает мало места. Я обычно ношу на карабине, на лямке штанов. В общем-то, очень удобно, полезно. Имеет также некоторые другие применения. Там, как бы, кто на что гораздо, в какой момент, как этим можно воспользоваться. В общем-то, просто ключи сделал вот такой хлястик. Сам его сшил, повесил на карабин, соединил болтом, М6 какой-то, по-моему. Очень удобно, мне нравится, я доволен. Дальше часы. Часы я ношу каждый день, ношу круглый год, много-много лет, вообще не снимая, не снимая на ночь. У меня это Orient Mako, дайверы, механика с автоподзаводом. Недорогие часы из механики. Считаю то, с чего стоит начать. Я не буду сейчас останавливаться конкретно, почему там такие часы, почему такие ножи, почему такие фонари. Всего этого будет много. Я покажу разные ножи, разные фонари, часы и так далее. Но сегодня это, ну, на данный момент часы, которые я нашу на постоянку. Это Orient Mako, Ray 2, также дайвер. Если где-то ошибаюсь в названии, поправьте в комментах. И нож, это спайдерка Resilience, как я всем говорил, топ за свои деньги. Достаточно длинный по сравнению с большинством карманных ножей. Недорогой в своем сегменте. Это у меня ножик не на показуху, то бишь нож, которым я работаю каждый день. Который мне режу провода и могу там порезать продукты, сделать какую-то грубую работу, да. Будь это там что-то подцепить, какую-то банку вскрыть, какую-то там, может быть, щеколду. Или порезать какой-то провод металлический. Нож цепкий, хороший, рукоять из Микарды. В целом, очень-очень довольный. Это у меня не первый спайдерка. Он у меня не один. О них тоже в отдельном обзоре я вам постараюсь рассказать. В принципе, это вот он и весь для меня минимальный набор. Без которого я не выхожу из дома ни при каких обстоятельствах. Даже там выбросить мусор или пойти в магазин. Кто-то скажет, это паранойя. Так не должно быть, но это минимальный набор. Сюда же сверху добавляется фонарик. Если это там не лето и я не вышел выбросить мусор, я только что сказал, я возьму с собой фонарик. Сейчас это Olight Perun Mini. Относительно недавно его приобрел. Фонарь классный, мне очень нравится. Пока что не могу вам дать четкой его оценки. Фонарь достаточно хороший. Попользуюсь, расскажу. Фонарей у меня тоже много. Про все я расскажу отдельно. Покажу отдельный видос про фонари. И мы о них поговорим отдельно. На сегодня это Olight Perun Mini. Вот такой вот минимальный EDC набор, который я ношу с собой всегда-всегда-всегда. С помощью этих вещей я смогу решить 99% задач. Даже если у меня сядет телефон или с ним что-то случится, я всегда могу что-то открыть, что-то отрезать, воспользоваться как инструментом, отверткой что-то починить. Всегда могу узнать время. Ориентироваться могу по механическим часам и положению солнца. Об этом отдельно тоже расскажем. Даже банально с помощью ключей можно выполнить ряд каких-то определенных задач. При желании даже что-то открутить. То же самое с фонариком. Человек в темноте, к сожалению, не дееспособен. Сделать мы ничего не можем. Поэтому фонарик я с собой ношу всегда. Это может быть такой или какой-то другой. Кто-то скажет, типа для меня EDC это телефон. Для меня это тоже телефон. Телефон я не могу выключать из этого списка. Всегда его ношу, всегда им пользуюсь. Могу что-то подсветить. Телефон незаменимая часть. Поэтому нет смысла его сюда ложить. Он у нас есть абсолютно у всех. В общем-то, это и есть для меня EDC. Вещи, которыми я могу закрыть. 99% задач стоящих передо мной. Которые я ношу всегда и везде. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Что вы хотите, чтобы я вам рассказал еще. Следующий видос выйдет про фонари. Про маленькие, большие. Про EDC. Про водонепроницаемые. Про кемпинговые. Все покажу, все расскажу. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня.